Всем приветик! Повторяем вот такую вот красоту, такой цветочек из косы с ленточкой. И приступим к самой прическе. Я по диагонали отделяю пробор зигзагом. Одну часть волос закалываю, вот такой вот у нас пробор. Затем левую нашу часть я делю пополам и еще раз пополам на 4 части, чтобы найти центр, где у нас будет центр цветочка примерно. Отделяем в центре прядочку и делим ее на 3 части. Мы будем плести косу из 4 прядей с лентой. И начинаем нашу косу плести, добавляя прядки только с правой стороны. Добавляем прядки, лучше и удобнее работать с расческой, так удобнее отделять. Мы отделяем маленькие прядочки и вот так вот движемся по кругу. Прядочки я отделяю не крупные, чтобы мне еще хватило волос на пару рядочков по кругу. Поэтому понемножечку отделяю и плету вот так вот косу. Продолжение следует... Когда немножко проплели, можно прядки повытягивать. С самого начала это делать, это можно не делать, потому что там их особо не вытащишь и видно не будет. А немножко уже когда прошлись, проплели, тогда уже можно вытягивать, когда прядки поплотнее, такие побольше стали. Продолжение следует... Ну и вот так вот мы плетем, это у нас уже второй круг идет. Отделяем прядочки небольшие, коса у нас должна идти вот так вот, чтобы она не перекрывала предыдущий ряд, а шла рядышком возле него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот еще один круг пройден и следующий круг у нас будет последний, так как тут за ушком уже мало волос. Можно, конечно, разделить еще на два круга, но потом она у вас зайдет на ушко и будет неудобно ребенку, поэтому лучше сейчас уже заканчивать. В оригинале фотографии, как я уже потом посмотрела, там было только два круга, а не так как у меня три. Но уже как получится, волосы разные и головы разные, но сам принцип я вам покажу. И вот так вот забираем уже все оставшиеся наши волосы, которые мы отделили, вплетаем уже в эту косу нашу. Также не забываем периодически вытягивать прядки. Продолжение следует... И вот еще один круг пройден и уже просто доплетаем косу из всех волос. И уводим ее и хорошо притягиваем к коже головы, уводим ее за ушком туда наперед. И вот наш цветочек готов. Можно повытаскивать вот так прядки, чтобы более объемный был цветочек и было видно все наши круги. И я взбрызгиваю лаком просто, чтобы волосы не торчали. Из оставшихся волос справа я также заплела косу из четырех прядей, но потом уже, когда ее доплела, я поняла, что все-таки в оригинале, по-моему, была коса из пяти прядей с двумя лентами. Одна из которых была красного цвета, а вторая белая. Но это уже по вашему желанию. Вы посмотрите, как я дальше вышла из этой ситуации. Поэтому, как вам понравится, так и поступайте. Ну, а эту косу я также плету, как и первую, из четырех прядей. И также увожу ее туда, к цветочку, рядышком к той первой нашей косе, чтобы потом их ленточкой обмотать. Вот доплели нашу косичку. И теперь берем белую ленточку, шпильку и вот так вот продеваем, делаем такой, как корсетик из ленточки белой. И так по диагонали мы продеваем наши ленточки. Эта ленточка хорошо стянет две косы, они не будут смотреть в разные стороны, а будет такая даже интересная конструкция. Мне даже понравилось. Оно притянет их вместе и будет коса цельно лежать так на плече у вас красиво. И вот так вот мы до конца доплетаем, потом немножко подтягиваем, чтобы было красиво. Музыка. 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 Делаю вот такую вот конструкцию. чтобы завязать бантик. Беру еще одну ленточку, складываю пополам и так вот делаю бантик. Такой вот необычный бантик получился. Такую же махинацию делаю и снизу. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова